Граждане России, дорогие друзья, сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Граждане России, начну с того, о чем говорил в своем обращении от 21 февраля текущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу, о тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имея в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с царичным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. А Североатлантический альянс с тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позицией собственной исключительности, неповершимости и вседозволенности? Откуда наплевательское, понеближительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям? Отец ясен. Все понятно и очевидно. Советский Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб, а затем и вовсе разводился. Весь ход происходивших тогда событий – это хороший урок для нас и сегодня. Он убедительно показал, что паралич власти в воле – это первый шаг к полной деградации и забвению. Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе, и все. Баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения уже фактически не действуют. Уговоры и просьбы не помогают. Все, что не устраивает гегемона, власть придержащих объявляется архаичным, устаревшим, ненужным. И наоборот, все, что кажется им выгодным, преподносится как истина в последней инстанции. Продавливают в любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено. То, о чем сейчас говорю, касается не только России, и не только у нас вызывает озабоченность. Это касается всей системы международных отношений, а подчас даже и самих союзников США. После развала СССР фактически начался передел мира. И сложившиеся к этому времени нормы международного права, а ключевые, базовые из них были приняты по итогам Второй мировой войны, и во многом закрепляли ее результаты, стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне. Конечно, в практической жизни, в международных отношениях, в правилах по их регулированию нужно было учитывать и изменение ситуации в мире, и самого баланса сил. Однако делать это следовало профессионально, плавно, терпеливо, с учетом и уважением интересов всех стран, и при понимании своей ответственности. Но нет. В состоянии эйфории от абсолютного превосходства, своего рода современного вида абсолютизма, да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства, тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения, ситуация начала развиваться по другому сценарию. За примерами далеко ходить не нужно. Сперва обе всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Приходится напоминать эти факты, а то некоторые западные коллеги не любят вспоминать те события. А когда мы говорим об этом, предпочитают указывать не на нормы международного права, а на обстоятельства, которые трактуют так, как считают нужным. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии. Нерегитимное использование военной силы против Ливии, извращение всех решений Совета Безопасности ООН по ливийскому вопросу привело к полному разрушению государства, к тому, что возник огромный очаг международного терроризма, к тому, что страна погрузилась в гуманитарную катастрофу, в пучину непрекращающейся до сих пор многолетней гражданской войны. Трагедия, на которую обрекли сотни тысяч, миллионы людей не только в Ливии, но и во всем этом регионе породила массовый миграционный исход из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу. Подобную судьбу готовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкции Совета Безопасности ООН это не что, но как агрессия, интервенция. Однако особое место в этом ряду занимает, конечно же, вторжение в Ирак, тоже без всяких правовых оснований. В качестве предлога выбрали якобы имеющуюся у США достанированную информацию по наличию в Ираке оружия массового поражения. В доказательство этого публично, на глазах у всего мира, госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое оружие, разрабатываемое в Ираке. А потом оказалось, что все это подтасовка, блеф. Никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно, удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А в результате огромные жертвы, разрушения, невероятный всплеск терроризма. Вообще, складывается впечатление, что практически везде во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма. Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры преднебрежения международного права. В этом ряду и обещания нашей стране не расширять ни на один дюйм надо на восток. Повторю, обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули. Да, часто можно слышать, что политика грязное дело. Возможно, но не настолько же. И до такой же степени. Ведь такое шумерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. И где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемия. Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим согласиться. Так оно и есть. Но не надо скромничать. США это все-таки великая страна. Системообразующая держава. Все ее сателлиты не только безропотно и покорно поддакивают, подбивают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение. С восторгом принимают предлагаемые им правила. Поэтому с полным на то основанием уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, и весь он целиком и есть та самая империя лжи. Что касается нашей страны, то после развала СССР, при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами, и в условиях фактически одностороннего разоружения, нас тут же попытались дожать, дадить и разрушить уже окончательно. Именно так и было по 90-е годы, в начале 2000-х годов, когда так называемый коллективный запад самым активным образом поддерживал сепаратизм и банда наемников на юге России. Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило? Через какие испытания пришлось пройти, прежде чем мы окончательно сломали хребет международному терроризму на Кавказе? Мы помним это и никогда не забудем. До собственной до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдо-ценности, которые разъедали бы нас, наш народ, изнутри. Те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождения, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не бывать. Никогда и ни у кого этого не получалось. Не получится и сейчас. Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз претеняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщательно. Позиции США не меняются. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу. Преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами. И, конечно, в этой ситуации у нас возникает вопрос. А что же делать дальше? Чего ждать? Мы хорошо знаем из истории, как в 1940 году и в начале 1941 года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Для этого в том числе старался буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора. Не осуществлял или откладывал самые необходимые очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения. А те шаги, которые все же были в конце концов предприняты, уже катастрофически запоздали. В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось остановить, а затем их сокрушить, но колоссальной ценой. Попытка ублажить агрессоров в преддверии Леникой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим. Не имеем права. Те, кто претендует на мировое господство, публично, безнаказанно и подчеркнут, без всяких на то оснований объявляют нас, Россию, своим врагу, они действительно располагают сегодня большими финансовыми, научно-технологическими и военными возможностями. Мы знаем об этом и объективно оцениваем постоянно звучащие в наш адрес угрозы в сфере экономики, так же, как и свои возможности противостоять этому наглому и перманентному шантажу. Повторю, мы оцениваем их без иллюзий, предельно реалистично. Что касается военной сферы, то современная Россия, даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала, является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. И более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружений. В этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора. Вместе с тем, технологии, в том числе оборонные...